В качестве небольшого вступления постараюсь быть кратким, а великомущий город мне очень понравился. Это один из старейших, древнейших городов на Русском Севере. Он имеет богатую историю и, что удивительно, для такого небольшого города он имеет сохранившуюся, богатую архитектуру, выражающуюся в большом количестве, еще раз повторю, для такого маленького населенного пункта, церквей, соборов, храмов, более 25. И также имеет очень богатую гражданскую архитектуру, те дома, в которых проживали, купцы, там были лавки. И вот город Великий Устюг имеет определенную атмосферу, которая притягивает определенную ауру уютного города. Он имеет ее благодаря тому, что действительно, когда город, населенный пункт был на пике своего величия, этого времена произошло в царской России, люди имели средства для того, чтобы построить то великолепие, которое сейчас было сохранено для потомков. Советская власть не смогла это разрушить, да, она предпринимала, на мой взгляд, какие-то меры для того, чтобы это убрать, но, к сожалению, может, и их, к сожалению, эти многие здания остались сейчас, и благодаря этому они привлекают к себе туристов. А в городе есть что посмотреть. Кроме того, Великий Устюг является родиной или вочиной, можно сказать, Дедушки Мороза. Эту идею, насколько я понял, воплотил в жизнь бывший мэр Москвы Юрий Лужков. И эта идея повлекла толчок к тому, что Великий Устюг достаточно хлынул поток туристов, сравнительно большое количество. Город получил какой-то дополнительный толчок для роста, открылись отели. Был город подвергнут центральной части косметическому ремонту, каким-то преобразованием, и это действительно позволяет городу придать новую жизнь. Конечно, везде есть недостатки, но все-таки. Так вот, город поражает, меня лично поразил, не только меня, тем, что, несмотря на то, что он маленький, сейчас 30 тысяч, а когда все были здания построены, вы подумайте, там проживало около 8 тысяч человек, даже меньше. И эти люди построили такие храмы при их участии. Население тогдашнего Великого Устюга, как города, было очень набожным, и оно строило такое количество храмов. Вы представьте, они построили, а мы сейчас, несмотря на то, что есть нефть, деньги, техника, само человечество развилось, мы не можем не только такое построить в таком же количестве, несмотря на то, что он проживает 30 тысяч людей, мы не можем даже это сохранить и отреставрировать во многих храмах музея. Они не сказать, что в идеальном состоянии. Ну, это то, что есть, то есть. А так город, еще раз говорю, имеет свое очарование, свою атмосферу, свою притягательность. Его обязательно нужно посмотреть, и имеет он красивую природу, в красивом месте расположен. Так что будет возможность посетить этот город. Спасибо. Продолжение следует... 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 Какая красота. Ох ты, 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 какая красота. как бы они если бы били постоянно это вообще было бы нет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...